Привет, друг, ты на канале, смотри, я учусь с тобой, Миша Егор. И сегодня будем смотреть за сордером персонального игрока, это Savage. Первый ранг. В какое-то время мы записывали Savage чуть ли не раз в неделю, но даже чаще многие зрители его любили. И сейчас время про него вспомнить, тем более, что эта игра будет с таким стартом, с которого она будет выглядеть совершенно безнадежно, и мы в основном смотрим игры, где главный герой доминирует, сноубольные игры. Но время от времени нужно разбавить 0-4 стартом топ-выминтворцами противников. Что касается фардара, очень редко твои герои нынче видим. Тем не менее, когда он вместе, его регулярно разыгрывает как Киря, не самым плохим героем на первой позиции он выглядит. Очень круто фармит, просто с голым момом, потому что башня носит, по-моему, двойной урон крипом. Ну а двойной урон, очень быстро убиваются древние, очень быстро спушиваются линии. Также очень радостно становится боевым. Очень хороший фрошинг, и из минусов совершенно не пушит. И еще, кстати, из плюсов, достаточно хорошо стоит линия, но здесь из минусов линия Фурион Рики с пятеркой аппаратом. Эта линия совершенно безнадежная. Здесь, собственно, даже не глядя статистику, можно понять, что на линии они найдятся. И, например, этого игрока научимся играть на Кире Стартере в 7.32 в GD патче. И всем приятного просмотра. Да, всем привет. В последнее время прям как-то я заметил, что в комментариях участились подобного рода комменты, что не записывайте фри игры, хотим, чтобы прям было тяжко. Вот эту игру прям даже смотреть будет больно. Потому что реально мы такого давно не записывали. Прям, ну реально будет гнобить главного героя. Это круто, все-таки перворанки. Больно не стало? Да, да мне еще больно стало, когда там аппараты замерто за бодиблочили в пеньках. Он вообще пошелиться не смог. Просто шок какой-то. Нет, здесь я дергаться, он дергался. Все, сори. Ну, да там тяжко было. Так вот тут прям очень тяжелая будет игра. Ну, посмотрим, как вам зайдет. Пишите в комментариях, если нравится это и такие игры. Потому что вот мы обычно не записываем такое тоже. Ну, блин. А что смотреть, как главный герой умирается? Правильно. Вот, ну и получается не первая игра Севаджи на этом Свардарчике. По-моему, вторая или третья. На прошлой неделе он еще этого Свардара пикал, я помню, чекал. И как-то вот приметил, что он какое-то время его часто пикал. Но, в принципе, на керри роль герой неплохой. Потому что на оффлэне его не пикали, потому что на нем рейспак просто банально не купишь. Соответственно, только на керри, разве что. Порой можно было Свардарчику увидеть, опять же, там пьюр тот же самый пикал часто. Керри Свардара, еще какие-то игроки его брали. Ну и, конечно, ну и само собой на оффлэйна. Что-то уже тяжело ты своим скрипам подходить. Но, опять же, пятерка аппарат тут ничего особо сделать не может. Не, не может. Так вот, не первая игра. Красивый сетик у него есть. Ну и, кстати, есть крутой совет, где можно такой же крутой сет выбить. На самом крупном сайте по бурундучкам в доте началась черная пятница. Новейшие сокровищницы по рекордным скидкам. Если вам не понравилась выпавшая шмотка, вы можете обменять или же выставить в контракт. А также есть секрет шоп, где после покупки одного сундука открывается доступ к следующим двум. Ну и новый ивент за башера шана, где ты можешь получить сочные шмотки. Не упустите момент, пока действуют такие скидки. Воспользуйтесь нашим промокодом и получите 15% бонус к пополнению и сундук. Удачи! Купил себе рейсбэнд? В принципе, на ранней стадии игры можем говорить, что стартар это ловкач. Скорость атаки дает гораздо больше, чем дэмэш на нем. Поэтому бэнды видим чаще, чем брейсера. Но опять же, если нужно просто уплотниться на линии брейсера, 1-2 выглядит очень круто. Но когда мы говорим про линию против двух физушников, броня от рейсбэнда может выглядеть гораздо интереснее. Ну и скорость атаки, опять же, слишком хороша и для фарма, и для нападения. У сардаров бывает не хватает немножко урона, но с бесконечными башами лучше бить ложкой, но часто. Какой рейки невыносимый. Сбил хил еще и стан задоджил. Минус 100 каманы. Вообще без предпосылок. А также по поводу ловкости. ПТ-шку тоже на ловкость все поглотные сардары держат. То есть на рискинге, например, на каком-нибудь мы наблюдаем, что некоторые игроки играют с ПТ на ловкость. Другие играют с ПТ на силу. Третье фармят с ловкостью на критую с ПТ на силу. То есть на сардаре все поголовно. С зеленой ПТ-шкой бегают. Да, но четвертый с файзами на рискинге играют. Я бы в такую еще категорию подвыделил. Мысль, ты понял. Немер, сначала рекан вспомнился, в этом вспомнил, что три года ПТ-шку на рекане никто не видел. Если не четыре. С вами вот крутой вариант. Крутой пример. Но даже на свиньме сейчас поизвезем гораздо чаще, чем ПТ. Про патч, кстати, что думаешь? Ну, честно, не ожидал, что они выпустят патч с фиксами. Я думал, на следующий патч будет онсен. Кстати, неожиданный этот... Неожиданный ганг от Тускара. Но ничего не поделаешь. Пришел мидер с шестым уровнем. Вообще, на Тускаре, да, так часто играют. Только шестая по сразу же на сайт линию приходит, шалит конь ГРОЯ. Я часто ждал просто следующего патча. Неожиданно. Фикс с фиксами вышел патч. Ну ладно, что? Хотя бы лучше, чем ничего, как по мне. Самое главное, не фанули, и на том спасибо. Что там, респак? Марси... Короче, ты понял. Не знаю, пойдет, пойдет. Не стоит, мне кажется. По этому поводу прям расстраиваться, что я видел прям негатив. Хотя, не знаю. Хоть что-то. А сейчас сразу после Инта всегда балансировочные патчи выходили. Вопрос в том, что здесь они препоздали на месяц. Если не больше... Игрок тут тундры, Snake King, давал интервью, что они спрашивали у разработчиков, когда... Ну, когда патч будет, они выиграли этот интернешнл. Вот, и, как я понял, разработчики ответили, что... Ну, они не будут спешить с патчем, и они хотят посмотреть, как люди играют вот на этом патче, основываясь на интернешнл. То есть там стратегиями кем-то Сента, героями каким-нибудь Сента будет играть. Вот, я это сообщение увидел, и... Ну, я вообще отстыл к патче. Ну, просто смирился с тем, что он еще не скоро будет. Однако, вот, хотя бы балансировочный вышел. Так, вот, патчик вообще перетянулся. Ой, не сам вот такую траекторию удачную выбрал. Он вообще заблудился, но, опять же, тут не лыжи. Четыре игры просто сместилось. Четыре немноговато на одну рыбу маленькую. Ну, да. Ну, вообще, рыба не самая маленькая. Это есть рыба-сварка, вот она маленькая. Свардар, блин. Это чулень целый. Ну, я все-таки, скорее, про ловил, а не про модельку. Гадаем. Принутворс тоже. Ну, кстати, смотрю уже 3000 преимущества врага. Тринутворса. Все линии проиграны. Уход от нападения. А я не знаю, как мы можем. Вот, если вы нас послушаете вне запись, мы не отдав разу без мата связать не можем. Чего мне? Держимся. Сейчас просто водичкой поднимемся. Ну, кстати, третья смерть. Вот так вот. Прям в комментариях часто вижу сообщения по типу. Блин, меня в каждой игре шестером убивают, а вы записываете. Герои на фри-фарме. Обычно по-другому опишут. Нет, это прямо суперсензурно. Так вот, как видите, топ-1 ранг. К нему по-4 героя смещаются. Все три смерти от Тусика. Вражеского мидера. Ну и, чё по NetWarsu. 2 700 процесс. 2 700 нетворд, вдумайся в это. Это же вообще шок. Причем стардар не тот герой, на котором комфортно камбэкается. Да, наверное, вообще не камбэкается. Хотя вот с момчиком. Ну ладно, с момчиком на самом деле можно камбэк. Но в том-то и сделать, что у него этот момчик... Если тебе оставить... Когда смолчик на 10-й, это 1 км, момчик на 14-й. У некоторых героев БФ на 14-й бывает. Там и даст молнии на 14-й бывает. Если тебе дадут какое-то время тройку пофармить, иншей, то шансы камбэкнуть есть с момчиком. Но с иншами есть такой минус. Что там нас хватаем, мы не досчитались в этом патче. Да нет, какое. Дыхабельно. Так, будет ряник стакать. Ну и даже не думал об этом. Подбежал. Активку контролить. Тут есть хоста. Хочет меддера, очевидно, оставить. Все-таки ботал. Ну и ресурсы потратил на пангалере. Надо их восстановить. Нормально, что, качается. Купил себе квотерстав. Покупку момчика начинает именно с квотерстава. Потому что, как видите, с хп у него проблем нету. Фуловые. Так что нормалды. А квотерстав ему даст скорость атаки и урон. Блин, с иншами, конечно, не по пути ему пока что. Надо момчик дождаться и начнет уже аншей фармить. Но это вообще, блин, это реально даже смотреть больно. Был бы хотя бы герой, который хорошо камбекает на Свардар. Блин, это вообще... Он очень медленно фармит без Мома. Бедная рыба. Тиммейтов убивают очередной раз. Ну, кстати, паджика можно быть. Даже двоих можно быть. Вот тусика стриг. Ой-ой-ой-ой. Это же он просто момфь фармановый. Остался. Да, посмотри, сколько заплатили. 700 голды практически. По кайфу. И левела залутал, кстати, тоже. Довольно важно. Сейчас момчик будет и пойдет игра. По нетворцу, смотри, у него четвертый нетвор стал. Хотя недавно был предпоследний. Предпоследний. Подожди. Ну, да. Вы видели, кстати, как люто апнули фареонов патча. Посмотрите, перезарядка уменьшена с 65 до 62. И шар, самое главное. Теперь 7 секунд длится. Что он дает? Не читайте это все равно. Без разницы. Главное, что. Блительность увеличили. Опа. Четвертая смерть обмечается. Да, тут блин-то в шаре. В шаре сидел пульш. Это вообще шок. Тут видно, что ли? Как они так уверены на него напали? Или реки? Они даже безвижены могли на самом деле. Потому что нет, ему показалось. Да, небезвижены его так уверены нашли охренеть. Когда-то не реки зашкал шарнджерен. Ну, вот ребят, как вам такой геймплей. Симулятор таверны называется. А вот это такой тильц с фурионом. Фурион обычно если налетает в центр замеса, он уже не выживает никак. Но здесь телепорт 5-секундный Атмирана. Кстати, а ассекон может сон зарезать? Да, спокойно. Да, афликел. С паташкой на силу, кстати, его бьет. Да и фармитон с паташкой на силу. Хотя башен за макшеной. А это вообще же необъяснимо. Какие-то нервы спакты, как к статусе относишься. Не перебор? Да проще было удалить, просто передмец. Мне тоже кажется. Время-время будет еще. Просто они, они же его... Рейспакт в 31-м патче никто не покупал. В 31-м с начали покупать все поголовно, потом в 32-м, по-моему, мы его понерпанули, все еще скир предметы смеют, его сразу же апнули по новой. Это если после предыдущего такого беззубого нерпа, они решили вас снова апнуть, то после того, как они его сейчас изуродовали. Вы еще что с ним должны делать? Пусть платного его выдавать. Кримсон, кстати, апнули. Да, вот Кримсон, прикольно. Не забыли про Кримсон, между прочим. Ты проще помню. Ты прощаешься сейчас вместо Рейспакта будет Кримсон покупать, будет забавно. На самом деле, две брони за 4000 золота, все-таки это не то, наверное. Потому что сделает Кримсон металл. На сцену приятно, кайфово. Отскачь сейчас вардаре дефолтный. Замакшенный баш и первый скил всегда, потому что второй скил никто не максит, там эффективность кумпоэта ничего не меняет. Длительность оглушения на каждом уровне одна секунда. Там с прокачкой только замедление передвижения, замедление... Есть фармящий билд. Замедление. Через Мом, Сол, Ринг и второй, третий. Звучит как? Особенно с нынешним Сол, Рингом. Такое, такое. Ну, просто рассказываешь, что такое существует. Но, опять же, там разница по фарму, но не такая большая. А первый скилл это кроме того, что это возможность перейти в драку, возможность эскейпнуть, это еще и кайфово. 25 маны нажал, 550 поехал. Тем более, что сейчас ультимейт доставляет водный след, по которому ты очень быстро катаешься. Второй скилл, по-моему, сейчас создает реку, ну, пруд. Пруд, такое слово странное, да? Пруд. Нет. Нет? Нормальное слово? Да. А вот слово Сибирь не похожа на волосатую рыбу? Ну, кстати, чуть-чуть, возможно, есть. Так, у себя какое-то падение? Кстати, вообще отличный дэмэдж. Да, бэйбэс, это же не казалось, что сейчас опасно. Так и паджика, сильно, минус грант. Это не кажется, что перетерпел чуть-чуть. Ну, возможно, ну, вообще, свардарчик, он такой, герой, довольно уязвимый, без БКБ. Можно намотаться спокойно, тем более, блин, ну, Тусика, очень прикосили. Так, у тебя Рутусика, КД, скиллы? Терри, Тусика, не будет, ой, и по СББ, крики, это важный фраг. Так, они, Рошана, могут напасть, интересно. 12-й, бапнуть. Ой, там еще герой. Охренитесь, еще и РСФ из-за города. Это минус 5, что ли? Упс. Да есть 15-тиков, умирать не должен. Хочется верить. Вы считаете, что втанчил? Ну да. И все, сотри, 12-й апнул, там двоечку. Ой, полетел за фуреоном, блин, а это стало этого? Может, отменить и Рошана, не? Не захотел. Ну, подходить с тремя стами хп на Аклэп? Да-да, удовольствие не самое такое. Но, тем не менее, все еще у противника 3 над ворсов топе находится. Папа. Теперь он нападение интересное. Не кажется, что можно было сначала ультра разворачивать, а потом еще и решать. Ой, чуваки, шот. Какой-то пиво его исполнил на фуроне. На что он надеялся. Ну, фурен такой персонаж, знаешь, на самом деле. Он вообще ни на что не способен. То есть, все, что пытается сделать фурен, заканчивается херней. Но как-то у опытных игроков все получается, поэтому да хочется, когда ты видишь героев 3-300 хп, когда у тебя вичблэйд и тычка 200, попробуйте его за два удара убить. Но происходит обычно вот то, что сейчас произошло. А таки шот вылетает. Созекиил опять достается уже 4-4. А у тебя тоже баг в миди-курьер. На мини-карте. Я не вижу курьера. А, все, вижу, да. На мини-карте, да? Не понял сначала. Ну, то есть точка белая имеешь в виду. Да. Они в пятером дерутся очень грамотно. Ту же, который файт подряд выигрывает и все, Ирошан. Арошана будет спокойно все-таки Свардар. И у него БКБ уже на подходе. БКБ прям не хватает. Вот за БКБ он вообще будет неизвенным. Наверное. Ну, кстати, счет уже хорошим становится потихонечку. Ну, там 0-4. Или кулина 1-4. Уже 5-4. Ассистов, правда, много. Ну, там... Я чувствую, он там издалека просто ультимейт накидал. Так, и резко БФ кайфбая против Уриона. Решил себя взять. Так вот, больно отказываться от рейсбендов. В пользу топора хотелось как раз сказать. Теперь топорик будет пенсерестен. Изминется БФ не дает скорости атаки вообще. Этот дэмэдж ему не особо нужен. Но, опять же, покачается получше. И самое главное, что... Топорик не занимающий слот. Не лежащий мертвому грузию. Мэнерген кайфовый. Также максит стан. Некоторые оставляют стан в единичку. Качают атрибут, чтобы было больше маны. Ну и сейчас фишечка. Второй скилл за максил. На двадцатом взял правый талант. Взял шарт и варшотовый шпачку за второй. Вопрос, нужно ли ему это с БФ. Какое пресс это сделает? Не прыгнул из портов. Блин, материально даже без БКБшки. Но неплохо сочувствовать. АСФ это видал, как сонерфили. А я что-то забыл уже. Чего там? Чего-то вроде сделали. Талант 20 уровня. На одну десятую ослабили. Там только открывенных имбзонерфили по ощущению. СМАРСИ. Не знаешь, мне кажется, проблема эсэфа не в том, что у него эфир на 16 секунд. С аргенбленком и рефрешен. Проблема эсэфа в том, что на первом уровне нажимает средний-дальний. И у тебя, у героя просто... Но действительно палму патрайдера на персонажа. Если спокойно подходит на ближний, и пока он подходит на ближний, и не откатывается в средний-дальний. Вот в чем проблема. Они в страхе. Тем более, что эсэфы в основном сейчас физовые. А физовые эсэфы гораздо чаще берут на 20 уровне. Другой талант. Да, есть физовые эсэфы, которые берут ранний аркенглинг. Играют с левым талантом. Но в основном берется правый. Гораздо чаще. Прям подавляющим. В большинстве случаев. Смотри, по итогу бэфчик реализовал, чтобы стаки эти зафармить. На иншарф. Мне кажется, эсэфы не будут трогать. Мне кажется, аппнет 33 патча. Ну или так. Ну то есть ослабили талант, которые, в принципе, ну откровенно мало что меняет. Можно, в принципе, еще здесь 10 базового дамажа накинуть. Эсэф на инте поначалу казался супер имбой. А потом, где-то начиная с середины инта, эсэф катался прям худшим персонажем, которым выиграть невозможно. Потому что начал прям очень хорошо. Винрейт был идеален на эсэф, все его пикали. А потом как будто просто научились против него играть, и эсэф перестал работать и перестал выигрывать. И там эсэф на инте, вот он, не знаю, играл, наверное, 15 подряд в какой-то момент проиграл. Просто вообще не работал, даже у тех же гейминг-гладиаторов, которые постоянно с эсэфом играли, даже у них перестал работать эсэф в какой-то момент. Потом именно с эсэфом в пике они вылетели асэнта. Так, пошли с макин. Видит тут двух героев. Ну и два фришка фрикела, по идее, хотя нет, один. Ну, зато какой. Это мидер все-таки вражеский. Типы, кстати, там Тускар что-то в начале игре писал. Чуть выпендривался. Доказывают его. Так, таланта 50 взял у нас на урон баши, кстати. Что странно, у него скорости атаки мало, он не всегда сможет эту башню убивать. То есть это, ну, 50 дэмэджа в 4 тычки. Такое себе на самом деле. 320 по здоровью покруче будет. Вот если, ладно, испанех там, не знаю, хотя бы что-то на скорость атаки было. Там, муншардик. Момчика не хватит. То есть ты будешь поучить. Да просто 300 здоровья на контактах. Ну да, да. Тем более на хпл ничего не купил. Бкб даже нету на хп. Мне кажется, такое, в этой игре вообще не очень. Урон баша. Ведь он даже, блин, один баш максимум успевает выдать. Наканчивается эгис. На самом деле удивительно, что он без бкбшки так хорошо играет. Опять же он бкбшку отложил. Рассчитывая на эгису, за эти 5 минут он почти нафармился. Бейте 4000 натворца на бкб. Даже меньше, чем за 5 минут, потому что, имея эгису, он сначала дофармил себе. Бэй в какое-то время. Ну, у фуриона, кстати, ты глянь на его натворца. Ну, у него, да, всегда стабильный натворц. Бабочка идет на фуре. Гений мысля. Свардары вообще бабочки не переваривают. Но кроме Свардара тут еще 4 персонажа. Каждому из которых на эту бабочку вообще наплевать. Восемнадцатый сейчас будет. Вот так, троечку. Снижение брони двадцатка. Довольно приятно. Против героев с броней. Ну, бабочка, да, интересная. Необычный Биус. Настолько ранее. Бабочка хорошая против Свардара, предмет. Там либо статус резист, либо миссы какие-нибудь. И все, баша уже не будет бесконечного в игре. Но тут и не намечается бесконечный башен, там-то и прикол. Но в любом случае, минус 3 ДПС Свардара. Даже чуть больше. Отловкости все-таки там брони очень много. Ну и скорость таки для фуреон, если его бывает. Есть ВКБ-шка. Пробить его нереально. Ультимейт Настаски в Свардареон, кстати. Потому что знал, что он БТБ нажмет. Интересная попытка от противников. Причем первый раз. Причем. Вот это билд Фуриона. Вич Блэйд Молнии. Это один из самых популярных билдов был до недавнего времени. Сейчас, по моим наблюдениям, гораздо чаще Медас Молнии. Но, как только противники заят БКБ, у тебя не работает ни твой ульт, ни Вичи Плэйд, ни Молнии. Просто не фурычат. Просто нет ДПС и точка. Вообще непонятно, как этого персонажа билдить. Да, на гость от реки. Если бы по всему она кажется, такой на гость. А еще и Блинг, не фурион. Блинг, тут еще и двух героев можно заварить. Рождется на оболон, чтобы двоих застанет и шикарно. А тебе не кажется, что мог сбить ультимейт, а панга без шарта? И с панговым шартом, зависит ультимейт БДЖуи панга выживает. Да, наверное, шар не всегда любят на пангу покупать на коровом. Время там с диффузами, с аганимом, башером, кем-нибудь. Шард очень темп руинец, а вот если панга под контролер, который берет длительность Роллинг Тандера, ранний Блинг, ну и просто все, что делает, это контроль создает своим шаром, то там ранний шард обязателен. Два голода таких на панга есть. Физбилд и контроль еще билд. Интересно, как сейчас мета поменяется. Это так, разораял 6% винрейта. Герои, по-моему, ток и талант поменяли здесь от воды. Да, я что-то еще, что-то еще вроде было. 12, а, 2, с ловкой селись хал, да. Не помню, вроде что-то еще, да. О, Рики, здравствуйте. Послабая, на себя, на. Как будто иллюзия выглядела у меня. Ага. За две тычки улетел. Я подумал, что это иллюзия. Было же забавное, что с Нардар ушел. Типа, че на иллюзию время тратить. Хотя бывало такое, что... Ну, либо ты убивал герои, думал, что это иллюзия отпускала, либо тебя убивали, думали, что иллюзия. Нет, не отпускал, но просто такой, оп, бьешь герои, думаешь. Иллюзия. А потомоктефраг засчитывает. Такое часто было. Не, мне бывало такое, что я не добивал иллюзию, и уходил, оказывалось, что ты герой. Бывало, что меня не добивали, думали, что иллюзия. Нет, я с какой-то не вырезал. Что-то новенькое. Как я сам вижу, неожиданный. Ту-сет вообще офигеть. С такого нападения. Уфигающий, вы проумемно. Надежда на жизнь появилась. И в тот же момент не успел даже анимацию поворота завершить. Таскар, он в начале игры выпендривался. Чего-то писал, сейчас вынесу ботов. И теперь видите. Уместят ему. Попускаются, так сказать. За гнилой базар. Ты где бы набрался? Попускают гнилой базар. У нас какой год? 98-й? Так и надо. Так и надо попускать за гнилой базар? Да. Плюс комментарии, если каждый день пропускается, это сгнилой базар. Ого, пускай. БКБ же покажется лишнее, да? Ну, испугался, видимо. Потому что там, пусть очень уверенно залетел в Рошана. Шарты с этим забрал, а таланты на 100 на него нет. О, это не хорошо подметил. Мне кажется, он редко играет все-таки на Свардаре. Потому что вот выбор талантов. Задроте с Вардаром 4 единицы, но это вообще не рыба, не мясо. Как будто бы. Да, да. Задроте с Вардаром не всегда берет 3 правых таланта на 10-м, 15-м, 20-м. Потому что, ну, как ты сказал, ты ваншотишь пачку с талантом 20-го, это очень приятно. Креп скипать, фармить, файти дэмэджа много. А именно 4 эрмор это не так много, то что там... А, ну ладно, это обычный отжимец. Обычный скиллпоинт в ультимейте это 5 брони, минус 5 брони. Вот это плюс 4, ну, короче... На пятаться там тоже в основном здоровье берется. Ну, одна тычка в 4 удара, не всегда у тебя столько атак спида есть, чтобы учаться давать эти тычки. Ну, и на самом деле для силовика Свардар не такой жирный герой, хотя не уверен. Но порой как-то легко фокусится на 15, так что... Я помню, у нас было 2 игры на Свардаре, которые мы смотрели. Которых мы прям считали реализацию вот этого таланта на баш. По-моему, на 2 игры мы 1 реализацию насчитали, но здесь могу ошибиться. Ну, с мульшартом прикольно, вот если бил через... Там баш у пангарера вылезал с Ганима. Если ранний мульшард, или 2 мульшарда, когда уже есть бесконечный баш, то тогда еще может этот талант сработать, но такие игры редко бывают. Ну, и тем более в этой игре у него на атак спит, но вообще... Да, это же с 2 мульшарными мульшарными. Такой полуздоровья маленький. И опять же, если пересчитать, это меньше 15 урона. Да, конечно, Свардары зачастую заходят на 3-х башах в файт. Вот поэтому и... Говорю про 15, а не про... 12,5. Ну, кстати, в этой игре, возможно, не взял талант на стану, потому что он бфм фармит, что-то мы про это не подумали. В принципе, ему две тычки... Я про другое, я про то, что он забрал шарт. Не беря этот талант. Не, ну, шар офигенный. В этом мы же помыслили. Шарт необязательно подвинулся, он сам по себе очень крутой. То есть порой ты врываешься в файт, и не хочется ультимейт нажимать, хочется сразу тычковать под БКБшкой кого-то бить. Я прям этот шарт вообще обожаю на Свардаре. Ну, реально, что есть такое, что ультимейт не хочется кидать. А, кстати, у аппарата и у вангольера шарда уже были. А, ну и плюс, это очень хорошо против инвизоров этот шарт работает. Потому что ты врываешься, ты можешь в файте случайно застанить Рики. Либо, например, ты знаешь, где Рики находишься, находишься, находится. Ты просто прыгаешь, что до стана, и Рики вешается, ну, ультимейт. Ну, конечно, сам по себе шарт. Очень крутой. Даже не обязательно под этот талант. Как по мне. Не нажал себе, кстати, тучку. Мм, крут. И все, какая-то. Сюда у вас вопрос Музистов. Он его на землю положил, получается. Ну и классика 20 минут назад, он 0-4 бегал. 3-1-4. Там у него были дела. Тут уже трон бьет. Никто дефить не хочет. Нереальная игра. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.